В Туркестанской области выясняют подробности громкого ЧП. 14-летний школьник утверждает, что работал на местном кирпичном заводе. Там ему оторвало кисть. Более того, пострадавший говорит, предприятие постоянно использует детский труд. Случившимся сейчас разбираются соответствующие инстанции. Вот только родные мальчика заявляют, следствие явно затянулось. С момента происшествия произошло уже два месяца. Агирин Бухтаева далее. От постели 14-летнего Яросыла уже два месяца не отходит мама. Мальчик после трагедии сам не свой. Подзаработать на кирпичном заводе, говорит школьник, ему предложили друзья. Уже на следующий день поставили на ответственное место. За станок, который измельчает землю. Когда я проходил мимо станка, поскользнулся. Сначала мой рукав, а потом и руку затянуло под нож. Мне казалось, что у меня вообще нет руки полностью. Я сильно тянул, но пальцы остались там. По словам школьников, родители о работе ничего не знали. К тому же там трудятся все его знакомые. Вот и друг говорит. Известная среди подростков тетя Гульмира обещала выплачивать зарплату вовремя. А самым трудолюбивым даже выписать надбавку. На заводе только повар, взрослая женщина. Остальные все школьники, Шубарсу и Бадава. Да, только мы, дети. Мы работаем где-то 9 часов. А пларят по 3-4 тысячи на следующий день. Начальство кирпичного завода на месте не оказалось. Объяснять что-либо по телефону бизнесмены тоже не захотели. Только охранник подтвердил. Иногда на предприятии он действительно замечал школьников. В полиции произошедшее комментируют крайне скупо. Уголовное дело завели. Все остальное пока тайна следствия. Дело зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования. По статье 156. Нарушение правил охраны труда. Все подробности выясняются. Назначены экспертизы. Больше всего меня удивили в инспекции труда. Специалист Нурлан попросил, чтобы я сказала. Якобы мой ребенок работал там за зарплату. Какую зарплату ему 14 лет? За это они обещают мне хорошее инвалидное пособие. В самой инспекции утверждают, ничего матери не обещали. И с выводами не торопятся. Надо изучить все материалы дела. Поэтому семью призывают к терпению. Вот только мать ждать не собирается. Она хочет наказать виновных и обязать их оплатить протез и лечение Иерасыла. Айгерин Бухтаева, Бек Абиев, Николай Колесенченко, КТК, Туркестанская область. Субтитры создавал DimaTorzok